Нету никаких палок в колесах, достаньте их. Это ваше восприятие, ваша реакция, что вам мешают. Это точно так же, как меня не поддерживают. Никому нету до вас дела. Поставьте себе такую установку. Мне никто не может помешать. Я сама знаю, чего я хочу. Что мне нужно сделать, чтобы получить подтверждение для этого? Сами уберите эти палки. Если это люди, с которыми вы общаетесь, перестаньте с этими людьми общаться. Если вы ждете от этих людей поддержку, перестаньте чего-то ждать. Вам никто ничего не должен. Ваши палки в колеса – это ваши палки в голове, которые вы сами себе вставляете. Вы понимаете это? Вам никто не мешает. Вы самостоятельный взрослый человек. Вы всегда это можете изменить. Вам не дают зарабатывать – идите в другое место. Сделайте сами. Вы сами взрослый человек. Еще раз повторяю, вы не ребенок, которому мама не дает ходить на танцы, не разрешает что-то есть. Вы взрослый. Никто не вставляет нам палки в колеса, кроме нас самих. Нету никаких колес и никаких палок. Поймите это. Это ваш великий обманщик, который сидит в вашей башке, и вас бьет там активно, и очень сильно боится, что вы начнете что-то менять, и ему придется действовать по-другому. Никто, повторяю, никаких палок в колеса вам не вставляет. Это ваше убеждение, с которым вам нужно работать. Вот и все. Со стороны это очень сильно видно. Вот и все. А мы типа, а я через преграды пройду. Нету никаких преград. Вот понимаете, все преграды – это все то, что вы сами себе придумали. Вы создали себе демонов, как в детстве. Кто-то сидит за занавеской, помните, да? Я боюсь выйти за стаканом воды, он сейчас на меня нападет. И все. И вот вы сидите со своими демонами. Вы взрослый. Вы в состоянии встать, заглянуть за шторку. Подергать, побить, взять палку, в конце концов. Если этот демон вас преследует, значит, сделать ментальную практику и засадить его в тюрягу. Все сильно просто. Welcome. Приходите к нам еще. Вот это удивительный момент, но нам действительно не хватает того, чтобы со стороны нас кто-то раздуплял. Потому что очень часто наши мозги, которые, по идее, должны были бы работать на нас, работают против нас. Понимаете, мы сами себе все усложняем, сами придумываем себе. Этот со мной дружит, этот со мной не дружит. Вот я одно время рассказывала такую теорию, которую я, ну не знаю, как теорию, не теорию, ну в общем, свое отношение. Значит, я заметила, что, да, люди, ну часто друг на друга обижаются. И со мной тоже такое происходит, потому что я резкий человек, я могу где-то в коллективе в каком-то, да, там рявкнуть в Маминском, вот такие, знаете, вот где я там, ну где я не Оля Ермилова, которую вы знаете, там, хотите смотрите, хотите нет. Просто где я взаимодействую с другими людьми. И, например, человек на меня обиделся, да, вот, и получается, что я на него тоже должна обидеться. Но обида это очень сложно, потому что обида это что? Ты когда видишь человека, ты негативно думаешь, ты хочешь от него отвернуться, у тебя что-то негативное всплывает. Я прекрасно знаю, что любая негативная реакция, что делает? Она зажигает кнопку. Негатив это красная кнопка, если я ее зажгла в себе, автоматически, знаете, все жабы отовсюду повспрыгивали с красными кнопками. И типа, о, можно красную кнопку? И я живу в этом негативе, поэтому я не хочу этого делать. И я думаю, ну что мне делать? И я что сделала? Я разделила себя и других людей на ячейки. И я себе сказала, что если человек на меня обижается, то это он на меня обижается. То есть он со мной не дружит, а я с ним дружу. Мне важно, как я себя при этом чувствую. Поэтому он со мной не здоровается, а я с ним здороваюсь, например. Он на меня обиделся, а я на него не обиделась. Я продолжаю себя вести так, как будто бы ничего не произошло, потому что мне не нужно это. И когда я это осознала, я поняла, что, ёпсель, так я ответственна только за свою реакцию. Потому что обида, которая есть у него, это он с ней носится. Я-то зачем с ней буду носиться, если у меня нет обиды на этого человека совершенно? Вот и все. Поэтому разделяйте эти вещи. Много лет через преграды проходила и гордилась собой. Да, абсолютно, я тоже так делала, я тоже гордилась собой, я ещё и учила гордиться этим других. И вела за собой толпы людей в этом плане, и говорила, что это хорошо, что это нормально. Это не нормально, это не хорошо, теперь я вам это говорю. Можно по-другому. Это просто выбор. Это вопрос выбора. Это не с нами случается, это мы сами случаем. Это наша реакция. Мы можем воспринимать, что все против меня, я всем докажу, я на зло. Помните эту дурацкую фразу, на зло? На какое зло? Дети же повторяют это. Вот у меня как-то Алиса мне говорит, я на зло. Я говорю, вот Алиса, я понимаю, что ты это где-то услышала. На какое зло? Вот зачем тебе зло? Ты знаешь, что такое зло? Давай поговорим об этом. Вот зло – это говнище, в котором ты живёшь, вот ты воняешь этим. Ты злишься, ты болеешь из-за этого. Вот оно тебе надо? На зло. Сделай это на добро, на победу, на кураж, на состояние эйфории, на желание получить подарок, на что-нибудь такое, а не на зло. Мы же даже не понимаем, что мы говорим, понимаете? Но зло у нас вот… или там беда. Ой, с тобой одна беда. Просто сказал фразу, какая беда? Зачем ты включаешь энергетику вот этой вот беды? Какая беда? Говори, с тобой один кайф, с тобой одно удовольствие, с тобой, блин, смешно, с тобой весело, с тобой фан, с тобой ещё как-нибудь. Соображайте, что вы говорите, о чём вы думаете, что повторяют ваши дети. Потому что потом вот это сидишь и говоришь, я должен всё преодолеть, и детей своих учишь. Жизнь – это тяжёлое сражение, поэтому давай, доченька, готовься, это будет сложный путь, но ты должна выиграть. Мужики – козлы, но ничего страшного, я тебя одна подняла, и ты, если что, поднимешь одна своих детей. Вот этого всего начхала, блин, своему ребёнку, и счастлива. Какая я, блин, мать, супергерой. Зачем? Вы только что взяли и своему ребёнку повесили плюс тонну на плечи. Молодцы, поздравляю вас, вы клёвая мама. Соображать потому что надо. Поэтому нужно, прежде всего, лечить себя, а не своих детей. Не детей пытаться научить, сводить к психологу. Если вам надо сводить к психологу ребёнку, то вам самому сначала надо сходить к этому психологу, понимаете? Потому что ребёнок просто дуреет и сходит от вас с ума сам. И почему, кстати, у детей онкология часто бывает сейчас? Потому что они от своих родителей дуреют, понимаете? Которые ни черта не соображают, ведут свою жизнь, а ребёнок это принимает. Он принимает материнскую боль, он принимает все ссоры, он принимает все раздоры. Он чувствует себя виноватым, у него есть чувство вины, особенно если вы ссоритесь за то, что вы не можете купить ему ботинки или там что-то ещё, ребёнок чувствует себя за это виноватым. Ну и всё, и принял. Счастливы, молодцы, купите себе пирожок. Поэтому соображайте немножко слегонца.